Бабушка Таисия живет в поселке Спутник-2, можно сказать, на краю города. А поликлиника, в которой в силу возраста приходится часто бывать, номер 14 на Павловском тракте. Чтобы до нее добраться, пожилая женщина вынуждена ходить до остановки, что в 20 минутах от дома, чтобы сесть на единственный автобус, на котором можно уехать из поселка, да и тот платный. Для тех категорий пожилых людей, которые имеют льготы на проезд, мы здесь их не можем получить, потому как в 144-е это не обеспечивает эти льготы. Но больше не на чем. Поэтому у нас все это так получается, что мы не пользуемся этими правами, которые нам предоставлены. Возмущены отсутствием удобного маршрута не только пожилые люди, но и молодые семьи с детьми. Поселок растет, здесь скоро откроют новую школу, и кажется, надо радоваться, но нет. Дело в том, что на сегодняшний день детей возят в школьные автобусы. После того, как школу построят, естественно, этих школьных автобусов не будет, которые возят у нас в район Солнечной поляны. И после этого автобусы у нас на сегодняшний день курсируют по маршруту только в одну сторону. То есть, если, допустим, в одну сторону дети могут доехать, будут до школы, а в обратную сторону возвращаться со школы только пешком. Местные говорят, был удобный автобус номер 110, и по льготным проездным на нем можно было ездить. И маршрут не столь витиеватый, как у 144-го. Но пару лет назад профильный комитет мэрии расторг муниципальный контракт на обслуживание 110-го, а взамен ничего не предложил. Жители поселка писали письма с просьбой вернуть им маршрут, однако полученные ответы, мягко говоря, людей не утешают. Буквально на днях мы получили ответ. Конечно, ответ у нас всегда один и тот же, что после проведения аукционов не находится перевозчика. Это один ответ на все вопросы. Но мы считаем это как-то несправедливо, неправильно, потому что мы являемся также частью города, и нас просто отрезали от транспортной развязки. Контракт с прежним перевозчиком мэрия разорвала в 2020 году. Причина – многочисленные нарушения со стороны компании. Однако, по мнению пассажира-перевозчика, основная проблема кроется в другом – низкой ликвидности маршрута. Пассажиропоток маленький, а километраж приличный – от аэропорта до площади Спартака-2 в центре города. К слову, новые перевозчики на маршрут не идут, а прежние готовы вернуть автобус на линию только при условии дотации со стороны мэрии, либо повышения тарифа за проезд. Дотационный, чтобы доплачивали за километр. Километраж большой у маршрута 110-го, довольно-таки. Те же 108-й, 109-й даже автобусы. Туда ходит 113-й в то направление, ну, допустим, где авиатор, путник. Они же тарификационные зоны у них, тариф там, двойной тариф. Почему туда-то? Это тоже за город уезжаем. Почему не сделать так? Жители поселков не отчаиваются. Они продолжают писать письма в администрацию города с просьбой вернуть им прежний маршрут. Но, судя по последнему ответу из Комитета по транспорту Барнаула, трудности с проездом у людей разрешатся не скоро. Принимая во внимание реализацию в городе Барнауле в 2022-2023 годах проекта по реконструкции путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина, финансирование которого осуществляется за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, принято решение об оптимизации маршрутной сети города после выполнения работ по реконструкции моста, но не ранее 2024-2025 годов. Выходит, ранее, чем через 2-3 года, общественный транспорт для проживающих в пригороде доступнее не станет. А между тем, за последние 5 лет только в «Спутнике-2» появилось несколько десятков новых улиц. Елена Кузовкина, Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком.